В Свято-Семеновской гимназии Екатеринбурга в рамках празднования года семьи состоялся финал интеллектуальной игры по истории и культуре России «Познай истину». В ней приняли участие студенты высших и среднепрофессиональных учреждений города, которые выясняли, как может отразиться история одной семьи в судьбе всей страны. Организатором мероприятия стал отдел по делам молодежи Екатеринбургской епархии. Подробности в следующем сюжете. Семья – основа любого государства, и поэтому, когда мы говорим о создании семьи или о воспитании детей, то мы говорим и о будущем страны. Однако нельзя создавать будущее, не зная прошлого, не зная истории и традиций своего народа. Немного окунуться в наше недалёкое прошлое смогли участники игры «Познай истину». Квест-игра у нас содержит семь станций. Это «Великие династии России», «Письма из прошлого», «Стоп-кадр», «Фото на память», «Большой семейный кроссворд» и «В дружбе наша сила». В этих семи станциях содержатся разные интересные задания, посвящённые как истории, так и семье. То есть мы это всё скомпоновали вместе, соединили историю России и семью. Динамично проходя от станции к станции, каждая из семи команд узнавали о династиях известных людей нашей страны, читали письма русских классиков, рассматривали старинные фотографии, смотрели фрагменты известных фильмов. Ванюша, ну пойми ты дурачок, ну не твоё это дело, война. В ходе игры её участники, выполняя предложенные им задания, не только раскрывали свои интеллектуальные способности, но с интересом открывали для себя новые исторические факты. «Данная игра – это, прежде всего, наша коммуникация, это работа команды, это проверка наших, так сказать, исторических знаний о нашей же родине. Она очень хорошо помогает размять носки, а также просто проверить себя». Выполнив все задания, участники игры без сомнения обрели новые знания по истории России и отечественной культуре. Но удалось ли им познать истину? «Я думаю, это не сколько познать истину, сколько мотивирует к её познаванию, к тому, что она пробуждает тягу к знаниям. Я считаю, это хорошее. Это, безусловно, полезно пробуждать в людях такую тягу к знаниям, к истине, к изучению чего-либо». Что есть истина? Этот вопрос задавал Понтий Пилат во время суда над Иисусом Христом. И спаситель ответил ему. Но прокуратор иудеи не захотел услышать и принять его ответ. А истина есть сам Христос. Но для того, чтобы познавать истину, нужно не только ознакомиться с Богом, нужно также изучать прошлое и сравнивать его с настоящим. «Когда мы с вами опираемся, вернее, окунаемся в историю и видим, как Господь через наших предков действовал, как люди, обращаясь к Богу, созидали и устраивали быт, жизнь нашей страны, мы с вами также приобщаемся и вот к их духовному опыту, к их вере, к их молитве. И таким образом мы постигаем эту истину. Мы с вами раскроем для себя не только историю с точки зрения человеческого бытия, но и с точки зрения божественного промысла». Быть может, во время этой игры студенты уральских высших и среднепрофессиональных учреждений лишь немного приблизились к истине. Важно то, что они обрели единомышленников в других вузах, расширили кругозор и пообщались. Это одна из главных задач данного мероприятия. И в будущем подобные встречи еще не раз пройдут в стенах Свето-Симеоновской гимназии.